МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации, толерадуя компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите ух этим выпуском. Собрать и заховать ураджай. В Гомельском районе у знагородили оператора зернесушильного комплексу, якея першими перапрасывали больше, як 5 тысяч тонн сборжа. Волонтер и мотовандровник Алясандра Поцы наведывая Гомельскую в область. Лето, радость, фруктовый водор у поветры. Гомельчане отзначили яблочный спас. А зараза б гэтаме иншим больше подробязна. Почнем выпуск скадровых решений у керавника державы. Одно з їх закрануло политычный штаб. Александр Лукашенко назначил Андрея Кунцевича намесником керавника администрации президента. Ранее он на позиции намесника курировал питание идеологии и социокультурной сферы в Могилевском облаконкаме. Зараз будет отказывать за идеологию, работу громадских объединений и СМИ в масштабе всей краины. При назначении керавник державы говорил про необходимость працевать с молоддю, где серьезная боротьба за молодые розумы у тымлику и у глобальной сетцы. Частка доручения утычилася и будущих парламентских выборов. Администрации президента доручено, не умешивающийся у работу Центра выборкама, забеспечить идеологию гэтай кампании. С корабля на бал, времен для раскачки нет, потому что предвыборная кампания – это и большая идеологическая работа, а вам придется заниматься, прежде всего, комплексом идеологической работы, начиная от журналистики и заканчивая, ну, прямо скажу, лекциями в вузах. Это самое слабое место наших государственных служащих – встречаться с молодежью, рассказывать им о той политике, которая проводится в государстве, потому что наша молодежь не всегда в интернете сидяще прочитает об этой политике. А если прочитают, то частенько, все наизнанку перевернуто. Кстати, интернет – это также будет сфера в какой-то степени вашей ответственности. И не с точки зрения все закрыть и запретить, а изложить позицию власти, позицию президента. Пока больше всего этим занимается президент, он и будет заниматься этими вопросами, но и определенные должностные лица, в том числе и вы, и глава администрации. Прежде всего, вы вдвоем должны будете этим заниматься. Работать с людьми. Очень многоплановая работа. И я абсолютно убежден, поскольку в свое время занимался вопросами идеологии, можно сказать, еще с юношеских времен, со студенческой скамьи. Я знаю, насколько это сложная и многоплановая, трудная работа. И я часто говорю, что настоящие властители душ и сердец человеческих не становятся, а не рождаются. Поэтому, если у вас есть эти задатки, которые можно, конечно, в жизни и со временем развивать, вы справитесь с этой работой. Если нет, ну, значит, не справитесь. Ну, а у вас права на ошибку, Наталья Ивановна, нет. Это слишком затратно ошибаться на своих заместителях. Заместителях главы администрации президента. По выниках кадрового понятелка в Могилевский регион вертается Валерий Малашко, який, нагадаем, займал посаду керавника Министерства охоты здоровья. Керавник державы узгоднил его назначение наместником старшини Могилевского облаканкама. Обновился и пул керавников райвы канкама в Могилевском регионе. Рух по карьерной лезвицей для их припал как раз на самый гараж для районов час. Иде уборочная кампания. В зоне уваги керавников мясовой вертикали с первого дня повинны быть все пытания не только сельская господарка, а и отроджение промысловых объектов. Плюс работа с людьми. Я настоятельно рекомендую вам обратить внимание на возрождение тех предприятий, которые когда-то работали в том числе в советские времена. Помните, сельхозтехника, сейчас райагросервис. Снабжение запчастями, снабжение топливом, более сложный ремонт сельскохозяйственной техники, потому что в тех же убыточных хозяйствах мастерские уже не мастерские. Поэтому надо помочь им и аккуратно смотреть за ценами, ибо к вам в сельхозтехнику никто не поедет. Ну и другие работы. Сельхозтехника должна оказывать все инженерные услуги для населения района и села. Вы пришли в такое время, когда надо сдавать экзамен. Может быть, даже не за себя, а за других. Через три месяца люди забудут, что вы новички, что там, если есть какие-то косяки, люди забудут, что они не ваши. Это все через три месяца будет ваше. И хорошее, и плохое. И экзамены этот даже без подготовки вам придется сдавать. Аккуратно работайте с людьми, поддерживайте их. Если есть какая-то несправедливость, обязательно отреагируйте. Или сами решите. Если не можете на своем уровне решить, не можете на областном уровне, немедленно позвоните к главе администрации. Мы займемся этим. Но справедливость должна лежать в основе всех ваших действий. Самое страшное это несправедливое отношение к людям. Люди все могут простить, но несправедливость никогда не простят. По основе нашей работы, работы власти, должно быть справедливое отношение к людям и справедливое решение вопроса. Кадровая ротация закранула Министерство антимонопольного регулирования и гандлю. Там изменения на узроу ненаместника у кировника ведомства. Протягиваем выпуск. Сегодня у Гомеря отбылась и 11-я сессия областного совета депутатов. На парадку дня питание об накировании остатков сродков областного инновационного фонду, которые утворились на начале 2019 года. И они пополняют Республиканский Централизованный инновационный фонд сгодно указу президента о 7-м гажнивне этого года об инновационных проектах. До речи, в регионе за 2018 год объем доходов и расходов по этим артикуле был установлен в померы маль 17 млн. рублев. Однако летать это лишь бы двойче корректировалась. Реальные расходы инновационного фонда склали 3 млн. 800 тыс. рублев. Это 52% от запланованного. Остатки, которые утворились на начале 2019 года, сейчас накируют для житовления республиканских проектов. Указом, уважаемые депутаты, установлен конкретный срок выполнения до 20 августа 2019 года. Главным финансовым управлением после принятия решения областного совета депутатов сегодня средства будут перечислены в республиканский бюджет. На очередной сессии в установленном порядке будут внесены изменения в решение Гомельского областного совета депутатов за номером 50 об областном бюджете на 2019 год по соответствующим видам бюджетной классификации Республики Беларусь в соответствии с данным проектом решения. У Беларуси намолотили больше 6 миллионов тонн сбожжа. По стане на сегодняшнюю ранницу сбожжевые культуры убраны на 89% площадь. У господарка Гомельской в области обмолочено 88,5% посевов. Собрано 626 тысяч тонн сбожжа Нового Ураджаю. Целком завершили работы хлеборобы Лоевского и Нараулянского Зусим близко до финишной ознаки господарки Гомельска и Мазырска районов. План поставок у ликдяж заказа в регионе выконаны на 67%. Целком с заданием уже справились и Октябрьские и Ельские районы. Просто собрать еще недостатково. В Гомельском районе ушановывали тех, кто отказывает за захование Ураджаю. Операторы из зернесушильного комплекса «Птушкафабрики Рассвет» первыми в районе перепрацовали больше как 5000 тонн зерня. Михаил Кесялёв, Александр Кашчеев и Виктор Семенчук работают на предприемстве на разных посадах. У кресла оператора зернесушильного комплекса только подчас уборочной. Працу за пультом просто и не назовешь. Как довести зерня до необходимых кондиций, треба постоянно сочить за шматликими покажчиками. Чтобы зерно доходило до кондиции до хранения, нужно создать определенную температуру. Должно зерно нагреваться до 42 градусов. Оно обдувается горячим воздухом, зерно в движении постоянно. И вот когда 42 градуса у нас на компьютере стоит, и получается на выходе 13-14 процентов влажности. И вот постоянно следить. А поступает зерно с разной влажностью, поэтому температура прыгает то больше, то меньше. И вот надо постоянно подгонять, корректировать. Ушановывали операторов зернесушильного комплекса в аурочистой обстановке. Лидеры працы отримали подарунки от районных уладов, предприемства и профсоюза. Громадская приемная Белой Руси протягивает работу. На гетемтидне с жихарами региона встретятся депутаты палаты представников Национального схода Республики Беларусь 6-го скликанья Олег Леушунов и Павел Жданович. Адрас Гомель в улице Лангес 17, кабинет 305. Увага, необходный попередний запись. Волонтер и мотовандровник Алясандра Поци наведывая Гомельскую в область. Итальянский волонтер вядомый тем, что здесь сняет долготерминовые подорожжи на моторолеры Веспа по краинах Европы, подчас яких сбирая охверованье. Шарговый пробег финишовал у Гомелли. Гроши поступают в ассоциацию допомога детям Парма. Организация оказывает поддержку у тем лику детячим медицинским и социальным установам Гомельской области. Это уже третья моя поездка из Италии в Гомельскую область. На протягу подорожа я наведываю шмат краин, сустракаю шмат текавых людей. Я сбираю спонсорские охверования и вельми рады, что могу допомогать детям с Гомельской области. На протягу трех дней делегации ассоциации допомога детям Парма наведая детячие социальные и медицинские установы в Гомельском, Кармянском и Речицком районах. До початку нового навучального года ровно два тыдни. На сене до початку працы целком подрихтованные больше 90% установ адвокации. Выники проверок належную увагу проведению рамонтных работ. Не засталося у бакой пытанья створения здоровья сберегающих умов. Об их сегодня журналистам рассказала загадчик отделения гигиены детей и подлетков областного центра гигиены эпидемиологии и громадского здоровья Вольга Шульха. Мониторинг установ адвокации показал, что гигиеничные потребования до рабочего места навученцев выконали усе. Гэто тычется по меру школьной парты стандартов осветления класса и режима проветривания. Рассаживают детей с уликами их росту и стану здоровья два раза за навучальный год у вересней студени. Особливую увагу специалисты звертают и до створения отповедных здоровых умов для занятка у дома. Батьки повинны памятать, коли школьник выконывая домашнюю работу, то после походины на некольких хвилин необходимо припыниться. В этот час можно зарабить некольких нескладанных физичных практикований. Вельми важно правильно подобрать стол и осветление упокоя. Прежде всего, конечно, лучше это парта, но не всегда получается ее приобрести. Как правило, это стол и стол. Но размеры стола должны быть такой, чтобы столешница была на уровне солнечного сплетения. Нужно научить ребенка сидеть ровно за столом, чтобы, значит, не подкладывая колени, не сгребая ноги и так далее, для того, чтобы сохранить здоровье, не было сколиоза. И второе, что должно быть еще достаточный уровень освещенности. Это и местное освещение, и искусственно. А естественный свет должен падать с левой стороны. Так само необходимо правильно выбрать портфель. Он повинен быть легким до 700 граммов. Огульная вага со школьными принадлежностями не больше, как 1 килограмм 500 граммов. Для безпеки на портфеле повинны быть яркие рамяне, а у центра и по боках светло-отбивальные значки. Особное потребование до одения школьникам. Когда выбирают форму, когда выбирают одежду, родители должны обратить внимание на состав сырья. Не стоит покупать 100% синтетику. Для костюмов лучше всего состав сырья должен быть до 60% синтетики, а в подкладочном материале до 50%. Ну и, конечно, если это первый слой, то это лучше хлопчатобумажные, а уже блузочные это до 30-40% синтетики. Сегодня православные верники означают одно из галонных христианских свят о преображении Господне. В народе этот день вядомо, как яблочный спас. С нагодой свят в храмах проходят урочистые набоженства и освящаются новые урожаи. В дело их приняла и наш корреспондент Ганна Корольчук. Христианское свято проображение Господне в православии выходит в лик 12 наиважнейших свят и просвеченных подеем земного жития Иисуса Христа и Богородицы. По водле Евангелия, в этот день Иисус разом с трима наиближайшими вучнями Яковом, Иоанном и Пятром зашел на Фаворскую гору помолиться и поустал перед им первоутворенным, чтобы раскрыть свою Божию сутность. И он показал, женского храма в Гомеле. Тут сутракают простольные свято. Восюжу 16 годов ягодь зверы отчинены для прохожан, а сегодня было особливо шматлюдно. В этот великий праздник сердечно желаю вам мира, любви и добра, чтобы Фаворский свет сегодня коснулся сердца каждого из нас с вами, чтобы мы, выходя из церквей и храмов, почувствовали благодать преображения Господня и несли ее нашим ближним, тем людям, которых мы будем встречать на нашем жизненном пути. Со святом проображения связаны старожитные звычай – освящать плоды нового уроджаю. В Беларуси это, как правило, яблоки. Тому в народе свято называют яблочный спас. В усходних славян яблоня – символ жития и бессмертия. Так само в этот день приходжане традиционно освящают груши, сливы и виноград. Ранее нам отличилось, что до спаса не дозволяется есть и садовину и стравы из новых уроджаю. Так само в этот день было принято одорвать обездоленных людей собранным уроджаем. Мы освящаем все те плоды, все те начатки, которые у нас выросли к этому времени, и мы, принося их в храм, принося их к Богу, освящаем. Еще в Ветхом Завете появилась эта традиция, когда все, что первое у человека появляется, он приносит ее к Богу, чтобы поблагодарить Бога за то, что Господь по милости своей дал нам на этот год и плоды, и какие-то начатки. У хамельчан, до речи, склаласься уластная традиция святкования, что год они сбираются в яблочном саде на транспортном кольце гандлевое обсталявание, чтобы святить яблоки и принять удел в районных урочистостях. Во имя Отца и Сына и Святаго с праздником и с преображением Господня. Не глядяши на то, что свято пропадая на Успенский пост, у гэты день дозволяется послабление. Можно уключить у рацион рыбу и слонечниковый аллей. Так само лечится, что кожный верник обовязково повинен съесть хоть один яблок с медом, как быть здоровым и весь год. Подяковать Богу заселит неураджай и попросить благословения. Головный сенс свято для верников. Прекрасное настроение, очень хорошее, светлое, чистый, радостный это праздник. Мы его очень ждали, любим его, принесли яблочки посвятить. Приходим все вместе. Вот это моя сестра, мы вдвоем пришли, вот наши внуки. Очистилась наша душа, душа нам стала радостной. Спасибо, кто организовывает такой прекрасный праздник. Спасибо всем. Спасибо вам за все. Очень важный праздник, яблоки все наши. Мы очень любим этот праздник, также, кстати, любим и медовый спас, всегда празднуем, всегда светим. Для наших протков яблочный спас так само символизовал природные пирамены от лета до осени. Ночи становятся холоднейшими, а буслы улетают на полдень. Праздеся дзен, 29-го женивня будет отзначаться третий спас. Хлебные и ореховые. В этот день выпекают хлеб со сбожженного урожаю, а еще сбирают лесные орехи. Ганна Карачук, Валерия Гопанько, телерадио компания Гомель. У Беларусь вернулася лето. Новый тыдень распачался со спякотного надворья. На завтра в Украине обвешаны оранжевы узровень небезпеки. Уденные часы по полдневому сходе температура поветра досягнет 31 градуса. На большие часы краины чекаются на вольнице макчима шквалистые узмацнение ветру порывами до 15-20 метров за секунду. По четвер 22-го жнивня в нашем регионе не чекается. А восью пятницу станет свяжей плюс 25. У выходные макчимы дожджим. Это и так самая иншая новинная вы можете знать на нашем сайте по адресу www.tvergomil.by На этом выпуск завершен. Спасибо за увагу и до новых встреч в эфире. Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Сразу несколько фактов незаконного правоохранения наркотических средств выявлено за прошедшие выходные дни. Один из них зафиксирован в советском районе города Гомеля. Правоохранителей не подвело профессиональное честье. Сотрудники ОМОНа патрулировали улицы советского района города Гомеля. Они заметили мужчину, который шел навстречу, но затем резко повернул и быстро зашагал подальше от милиционеров. Правоохранители догнали неизвестного близи дома 109 по улице Островского. Судя по внешним признакам, он был в состоянии наркотического опьянения. ОМОНовцы доставили задержанного в районный отдел внутренних дел. В ходе личного обыска у 35-летнего гомельчанина, ранее судимого по соответствующей статье, был обнаружен изъят пакет с растительным веществом. По заключению эксперта, изъятое вещество является маковой соломой общей массой почти 170 граммов. Схожий случай произошел и в Светлогорске. У 25-летнего парня обнаружили и изъяли полимерный пакет с марихуаной весом более 20 граммов. Подозреваемые задержаны, возбуждены уголовные дела. За пятницу и выходные дни на территории Гомельской области произошло 90 дорожно-транспортных происшествий. 9 человек получили травмы и один погиб. Трагедия произошла накануне в Калинковичском районе. Около 2-х часов дня 44-летний водитель, управляя автомобилем Марино-Омеган Сценик и двигаясь по автодороге Бобруйск-Мозырь Граница Украины после совершения обгона не справился с управлением, съехал в Кювет, где совершил наезд на дерево. Мужчина был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался. В этом же районе и на этой же автодороге двумя днями ранее водитель Рено пытался объехать енотовидную собаку, лежавшую с краю проезжей части. Машина ушла в неуправляемый занос и оказалась в Кювете, где на ее пути встретилось дерево. В результате ДТП водители девушка-пассажир получили серьезные телесные повреждения в отделении травматологии, девушка, находящаяся на шестом месяце беременности, в отделении реанимации. В травматологии оказался и 24-летний гамильчанин, однако телесные повреждения он получил только лишь по собственному легкомыслию. Молодой человек был доставлен в городскую клиническую больницу номер один с минно-взрывной травмой правой кисти и рваными ранами на пальцах. Выяснилось, что в руке у него взорвалась петарда, которую он сам и поджег. Подобное ранение, как правило, глубокий, а процесс заживления болезненный и занимает много времени. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Славия побеждает, а Гомель играет в ничью. Команды из Гомельской области провели матчи 18-го тура чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге. Мозорская Славия дома была сильнее Могилевского клуба Дня ПРО. Единственный гол в этом матче на 16-й минуте забил Франсис Нарх. Ганский полузащитник Мазырян первым оказался на добивании. После 16-ти проведенных поединков Славия занимает 8-е место. Футбольный клуб Гомель в 18-м туре на выезде играл против своего ближайшего соседа по турнирной таблице столичного энергетика. Соперники очки поделили. Счет открыли хозяева. На 33-й минуте отличился Илья Шкурин. Гости сравняли цифры на табло на третий, добавленный ко второму тайму минуте. Виталий Квашук заработал пенальти и сам же его реализовал 1-1. Гомель по-прежнему 14-й в турнирной таблице чемпионата. В 16-м туре чемпионата страны по футболу в первой лиге представители Гомельской области дружно проиграли. В Речице случилось голевое изобилие, а местный спутник и сморгонь на двоих забили 8 мячей. Правда, к огорчению местной торсиды гости сделали на два голевых удара больше 5-3 в пользу сморгони. Не пополнил свой очковый запас и гомельский локомотив. Гостевая встреча с Микошевичским гранитом завершилась поражением железнодорожников со счетом 0-2. Светлогорский «Химик» потерпел неудачи в поединке против Слонима 2017 1-2. В турнирной таблице «Локомотив» третий, спутник пятый, «Химик» на 11-м месте. Лидирует Смолевичи. Гомельская мини-футбольная команда «БЧ» выиграла международный турнир Кубок Дружбы. Соревнования проходили в Гомере. В финале подопечные Дмитрия Камека были сильнее Оршанского Витена 4-1. Бронзовым призером турнира стал еще один представитель нашего областного центра ВРЗ. Благодаря голу Рогачева на первой минуте поединка вагоностроители обыграли киевский хит. Матчи за пятое место сошлись Львовская Энергия и Ереванский Лео. Сильнее был армянский коллектив 6-2. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Продолжение следует...